Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, я основатель и руководитель школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы и помогать мне в этом будет наша выпускница третьего потока Кристина. Сегодня мы с Кристиной будем обсуждать такую тему, что же такое современная психотерапия, с чем ее едят и чем она отличается от психологии и от старой школы психотерапии. Если вам интересна тема психотерапии, смотрите и не переключайтесь. Алексей, сегодня давайте обсудим вопрос, что же такое современная психотерапия, на ваш взгляд? Это хороший вопрос, потому что много мифов и огромное количество школ. На мой взгляд, современная психотерапия объединяет себе а доказательную медицину, именно медицину и несколько школ психотерапии. Несколько школ. Это когнитивно-поведенческая, которую я разделяю все-таки на поведенческую отдельно и на когнитивную, потому что нужно уметь владеть хвиореальной школой, бихвиоризмом и когнитивную, в которую входит еще и эстетицизм. Поэтому это доказательная медицина, сейчас об этом поговорим. Когнитивно-поведенческая терапия. Неплохо было бы понимать основу гештальта. Нужно абсолютно точно понимать основу психоанализа и психодинамики. Ну и, наверное, достаточно. Личностно-ориентированная реконструктивная терапия, я и психодинамику забираю, потому что это все одно. Поэтому если современный специалист, такой как вы, наши выпускники, можете разбираться в дифференциальной диагностике, в маршрутизации, в дефицитах, в коморбидных заболеваниях, в классификации и уметь заниматься когнитивно-поведенческой терапией, поведенческой терапией, психоанализом и гештальтом и консультировать человека, решая его эмоциональные проблемы, преломляя эти методы, то, на мой взгляд, это и есть современная история. Во-вторых, современная психотерапия не длится годами. Она все-таки длится по протоколу, который вы изучаете. То есть первое, второе, третье. Третья часть протокола может длиться долго, но она уже вне симптома. Она уже за гранью симптома, она уже про личность, как образ жизни. А современная психотерапия, которая требует конкретных интервенций для изменения эмоционального состояния человека, должна занимать максимум 3-6 месяцев. Ну, то есть вы про мультидисциплинарный подход к терапии. Чтобы современная психотерапия была быстрой и эффективной, надо быстро, слаженно, мультидисциплинарно действовать. Не надо растягивать, знаешь ли, кота масло по хлебу. Нужно конкретно информировать, нужно конкретно образовывать, нужно конкретно разъяснять, нужно конкретно коучинговую систему мотивации для клиента делать, нужно конкретно упражнения интегрировать, нужно делать конкретику. Это раньше психотерапевты, психологи могли годами обсуждать, сегодня у людей нет этой возможности. При этом мы не должны лишать глубины, просто нужно действовать поступательно. Но эта глубина не нужна, если человек не может идти в метро с паническими атаками. Нахрена ему глубина терапии, если ему просто нужно научиться восстанавливать паттерн поведения в метро во время вегетативного приступа. Какая ему глубина? Зачем ему эта глубина? Поэтому всё должно быть поступательно. Поэтому современная психотерапия, она ориентирована сначала на симптом, на диагностику, на дифференциальную коморбидную историю, на маршрутизацию, на бригадный подход вначале, потом на работу с симптомом, а уже потом на эту вашу любимую глубину. А все любят поглубже, я так понимаю. Что вы думаете о дуальном подходе? Я слышала о таком подходе, где мы берём духовное и что-то материальное. Допустим, то, о чём вы говорите, мультидисциплинарный подход, это больше, наверное, про материальное, то есть к врачам обратиться. Вот психотерапевт это всё-таки больше к материальному относится или к духовному? Чтобы решить современный запрос клиента быстро и эффективно, нужно соблюдать доказательные, безопасные, эффективные протоколы. Все доказательные, безопасные, эффективные протоколы, они исключительно материальны. Ну а как же карты Таро? Как без этого? Ну, хотите заниматься картами Таро, астрологией и прочей шляпой, если вам скучно и некуда денег девать, окей, но вне терапии. А если мы говорим про быструю и эффективную психотерапию, это доказанные научные протоколы, которые вы изучаете, которые быстро позволят восстановить человека. Дуальность, она имеет место быть даже в нашем, моём подходе, да, это может касаться массажа, это может касаться иглорефлексотерапии, это может касаться йоги, это может касаться медитации, это может касаться каких-то там дыхательных практик, но как дополнение к основному доказанному протоколу. Никак с помощью, там, не знаю, там, стояния на гвоздях ты вылечишь невроз, да ни хрена. Матку подышать, например. Матку, пожалуйста, матки, гвозди, ради бога. Но вот сначала у вас есть доказательная, фундаментальная вещь, которая 100% работает, а уже к ней прикручиваете мумиё, шмумиё, матку, фигатку, энергии, сколько угодно. То есть вот такая дуальность, где есть чёткое понятие приоритизации, ну, welcome, как говорится, просто за 17 лет моим клиентам не помогла никакая духовность, и какие бы они ни были святые, духовные, сколько бы она на гвоздях не стояла часов, что-то как-то её от неё берегло от панических атак. Она мне выкладывает, ну, не мне, там, всем выкладывает stories, как она стоит на гвоздях, как она медитирует, какая она духовная, просветлённая. Помогите, у меня начались панические атаки. Чё ж это такая странная, какая-то у тебя духовность, просветлённость, у тебя банальные просто тревожные расстройства началось. То есть если бы ты была такая, которую ты показываешь своим подписчикам, ну, этого бы не было, ну, камон, да. Поэтому эта духовность, это хорошо, но только после того, как ты действуешь доказательно, безопасно и исследованно. Спасибо. Это было очень интересно.